срочно выполнив ваш заказ по созданию сайта моя специализация joomla и wordpress здравствуйте меня зовут федор васильев в этом видео я хочу разобрать премиальную тему для wordpress для кулинарных сайтов тема заточена под кулинарные сайты то есть добавление рецептов и все что с этим связано все будет находиться в одной теме тема очень легкая все оптимизировано русифицировано разработчики русскоговорящие если вы просто хотите вести блог даже если вы не разбираетесь сайта строение благодаря моему видео вы сможете самостоятельно настроить и красивый профессиональный сайт и вам не надо будет заморачиваться что-то делать вы просто будете публиковать свои посты блоги видео уроки или просто видео презентации своих блюд давайте в этом видео подробнее посмотрим что за тема такая итак информация будет полезна для совсем новичков а именно для тех людей кто вообще допустим ну скажем не разбирается сайтостроение вы допустим повар или ваш родственник повар вы хотите для него создать сайт вы не хотите обращаться кому-то доверить этот процесс создания сайта вы экономите там у вас экономный бюджет или вы просто не хотите хотите попробовать сами но вы должны понимать что вам все равно нужно окунуться в эту сферу сайтостроения на wordpress чтобы ваш сайт выглядел профессионально и чтобы вот уменьшить количество времени на создание сайта на достижение каких-то знаний по сайту я записываю это видео и прежде чем начнем сейчас будет такая вступительная речь кто не совсем новичок можете это перемотать то есть как вы должны к этому подойти вы должны просто расписать перед собой точное понимание сайт кулинарии что это такое вы будете делиться рецептами видео уроками по созданию блюд и так далее да чтобы можно было расписывать граммы на каждое блюдо которое вы предоставляете вы ведете блок по своей деятельности кулинарии чтобы что чтобы допустим стать популярным чтобы зарабатывать в итоге когда ваш сайт обрастет популярностью вы сможете зарабатывать допустим на рекламе или на заказах допустим будет где-то висеть ваша реклама что вашем городе вы можете на дому там испечь пироги и так далее почему бы нет так вот вы больше повар чем сайта строитель и вы хотите своими силами обойтись и чтобы все было профессионально надежно красиво нужно здесь прийти к такому пониманию слишком много деталей нужно соединить в мозаике чтобы сайт был между собой первое совместимо то есть разные плагины чтобы между собой были совместимость совместимы с шаблоны ну wordpress это называется тема чтобы это было все все хорошо оптимизировано чтобы был легкий сайт красивый чтобы вам вообще об этом не заморачиваться вот вы сайт сделали вам только останется наполнять рецептами ваш сайт все и собирать аудиторию там не знаю рекламироваться достигать своей цели я предлагаю здесь действует так нам нужно найти все в одном месте нам нужен какой-то один продукт ну как один скажем так на 90 процентов это какой-то один продукт то есть скажем готовый шаблон готовая тема в которой есть все что нужно для ведения кулинарии все что нужно вшито в шаблон все оптимизировано не надо заморачиваться искать кучу плагинов там сторонних потом их обновлять какие-то плагины там будут умирать и не будут обновляться и вот эта вся катавася да с долгосрочной перспективой на будущее чтобы вы не заморачивались все обновлялась потом чтобы было все русифицировано до что была надежно надежная поддержка чтобы не было проблем с покупкой темы с шаблоном чтобы желательно было русский разработчик так вот я плавно издалека так подошел к вп-шоп разработчикам это русские разработчики кто не смотрел мои предыдущие уроки я уже на разные темы и плагины освещал данных разработчиков сегодня я буду разбирать тему кулинарии сейчас давайте прежде чем мы что-то начнем делать по сайту разработчиков пройдем то есть это русскоязычные разработчики с покупкой шаблоны не будет никаких проблем у вас здесь вп-шоп здесь мы можем перейти премиум шаблоны их не так и много мы сразу переходим называется cut it этот шаблон давайте посмотрим что есть во-первых внешняя часть и мобильно адаптирован шаблон да на мобилке все будет хорошо смотреться вы можете перейти по ссылке демо сайт посмотреть как в готовом виде будет выглядеть ваш сайт примерно следующее здесь конечно нужно понимать здесь очень классно все расписано вот видите в самом шаблоне первое что у нас есть это возможность легко добавлять всякие градиенты всякие атрибуты к блюду до сколько грамм как и какой продукт был использован вот здесь вот это все видно в анимации то есть по сути это должен быть какой-то отдельный плагин который нужно найти который должен быть совместим с нашей темы с нашим движком и так далее здесь это ведь уже решено встроенная реклама это для тех когда вы действительно добьетесь успеха этот блок вам сейчас абсолютно будет не нужен когда у вас высокая посещаемость ваш сайт реально стал популярным только после этого можно сюда будет внедрить рекламу опять же это отдельный плагин и вам его не надо искать это встроенный функционал шаблона здесь просто нужно будет ставить кусок кода от рекламы и зарабатывать на кликах чем больше людей заходят на ваш сайт тем больше людей кликнут по рекламе тем больше вы соберете там копеек дальше встроенные функции всевозможные то есть получается обратная связь сразу есть это тоже решается плагином а у вас уже это встроено то есть мы сразу видите убиваем сколько зайцев карта сайта выделение значками карта сайт это тоже очень важно для все оптимизации чтобы лучше поисковик проходил по вашим вложенным глубоко внутренним страницам и так далее дальше вот это уже для продвинутых это конечно же нужно понимать если вы первый раз вы понятия не имеете что такое h1 h2 но это уже все все оптимизации и это очень важно это должно быть в шаблоне здесь они об этом позаботились вы можете это почитать но как я уже сказал для новичку это будет непонятно главное все все здесь это есть следующая адаптация то есть на мобильных устройствах никаких вопросов ничего там настраивать не нужно будет она автоматически будет мобильно адаптивно эта тема движемся дальше внешний вид то есть вы можете вот здесь вот видно как это все меняется вы прямо в шаблоне из коробки можете поменять добавить картинку на задний фон цвет как-то цветами поиграться и так далее здесь все относится к внешнему виду здесь я подробно останавливаться не буду потому что мы сейчас в этом видео будем это все смотреть дальше опять же реклама можно вставлять рекламу фиксация виджета но это мелочь но приятно но опять же мелочь на насколько это мелочь то что здесь это может быть важно привлечение внимания пользователя когда пользователь скроллить страницу вот этот блок сразу бросается в глаза здесь может быть какая-то важная ваша реклама допустим готовите на дому то есть что такое блок да это фактор доверия люди вас читают смотрят и вам уже доверяют они уже вам доверят чтобы вы приготовили еду там на дому допустим этот дополнительный заработок дальше вот это очень важно тоже для новичков может быть непонятно в микроразметка схема орг я попробую простым языком объяснить вот здесь на картинке видно это видите просто выдача поисковика допустим google то есть это называется сниппет и получается он будет выглядеть очень скучно как у всех если бы не был вот этой разметки если она здесь есть то через какое-то время когда ваш сайт обрастет статьями автоматически это уже от поисковиков зависит здесь сниппет будет выглядеть более привлекательно то есть помимо заголовка и описание будет выводиться рейтинг и картинка блюда что позволяет больше привлечь внимание потенциальных клиентов и зрителей следующий нас относится здесь контент хорошая типографика дальше есть цветные блоки можно вставлять в нашу статью с рецептом дальше спойлеры готовые стили для списков и таблиц источник записи все очень полезно также также комментарии ссылки будут прятаться но это опять же новичку будет непонятно но это все очень полезно и круто далеко не все не во всех шаблонах есть такие штуки и демо сайт и выбрать лицензию либо внизу вы можете посмотреть давайте очень часто я слышу вопросы люди не понимают как работает тарифные планы все боятся залезть в кабалу где нужно каждый месяц платить или каждый год нужно платить давайте здесь подробно немножко остановимся один домен домен штука домен это адрес вашего сайта если вы уверены что адрес сайта у вас будет один то есть один только сайт то вам подойдет только этот вариант самый дешевый по сути есть на 3 домена и вообще не не ограничено не ограничено подходит для разработчиков или для сайта строителей ну в общем кто постоянно делать сайты им подходит это неограниченная версия я же отталкиваюсь от того что вы простой человек вам нужен лишь один сайт теперь нужно дальше разобрать эти моменты один год техподдержки и неограничено обновление смотрите вы платите только один раз и все вот тут сейчас стоит у меня 3 800 один раз жизни вы просто платите просто ее купили раз и навсегда и получаете обновление от разработчиков по по сути пожизненно но есть некоторые моменты по поводу один год технической поддержки то есть получается когда вы купили тему вы целый год можете задавать вопросы на их ним форме бесплатно и разработчики будут вам помогать отвечать на русском языке естественно подсказывать чтобы вы все-таки довели сайты до ума так скажем я думаю что вам года будет достаточно чтобы все настроить и через год вы уже будете просто наполнять сайт не заморачиваясь больше что там что-то нужно менять если вдруг так получится что год пройдет и вам потребуется вдруг дополнительная поддержка то естественно за дополнительный год поддержки вам нужно будет еще доплачивать но обновление темы вы покупаете единожды 3 800 и все я думаю что с покупкой никаких вопросов не возникнет из россии здесь можно спокойно купить на через визу яндекс деньги но я так полагаю что должно все работать в любом случае можно связаться с их поддержкой они находятся в россии у меня тема это уже есть у меня уже есть демо сайт и давайте приступим прям с установки да как установить как активировать то есть после покупки к теме вам выдадут ключ который нужно активировать и вы можете настраивать свой сайт итак переходим в админку моего тестового сайта внешний вид добавить то есть внешний вид темы добавить дальше открывается репозитор и мы нажимаем загрузить архив с темой скачен у меня на компьютер поэтому я его выбираю с компьютера здесь выбираем архив нажимаем открыть и установить далее нам нужно активировать данную тему ключ вы получите в личном кабинете на сайте в по shop далее мы нажимаем активировать меня выбрасывает на такую страницу нажимаем по ссылке здесь лицензионный ключ я его естественно скрою и нажимаем сохранить изменения как только вы ввели ключ все опции темы будут доступны для настройки также вы здесь увидите есть документация можете перейти по ссылке ознакомиться мы с вами переходим внешний вид сначала посмотрим темы вот наша тема можно нажать сюда настроить либо нажать вот сюда настроить открываются все опции как вы видите все на русском языке мы сразу видим наш сайт у меня были там предустановлены статьи не относящиеся к кулинарии но это неважно и мы просто будем сверху вниз смотреть настройки за что они отвечают что они делают и так далее итак первая вкладка здесь структуру разворачиваем мы видим вложенные вкладки которые тоже имеет настройки давайте начнем сверху шапка обратите внимание на эти вопросики очень полезно сразу ссылка на документацию где нам очень наглядно показывает какая опция за что отвечает большинство опции здесь работают сразу то есть можем сразу посмотреть то есть вот у нас сначала фиксированная ширина идет и нас есть вариант еще на всю ширину если мы делаем то верхняя самая верхняя плашка с нашим логотипом то есть тест это у меня логотип вместо этого текста будет у вас логотип вы можете так управлять дальше ширина внутри шапки также на всю ширину было можем сделать фиксированная ширина эту опцию видно когда только вот здесь вот ширина на всю ширину видите где логотип если я вот здесь вот фиксированная ширина то контент который вот здесь находится он будет внутри так сказать у нашего вот этого каркаса ну это видно да наглядно вот я перехожу вот здесь логотип дальше ползунками можно отступить вы видите это сверху большой отступ и соответственно это снизу от логотипа здесь настроек больше нет если вам это нравится можете нажать здесь опубликовать то есть все применились настройки также можно планшет смотреть как на планшете как на мобилке выглядит уже ваш сайт дальше движемся меню под шапкой тоже можно сразу визуально откинуть взглядом стрелками да куда что за что отвечает и так ширина меню под шапкой фиксированы на всю ширину то есть это наше основное меню я так и оставлю наверное и есть фиксированная ширина то есть аналогично верхнему наши вот этой плашки если меню большое то наверное то есть много пунктов меню то лучше наверное сделать вот так сохранить дальше меню в подвале подвал это самая нижняя часть сайта здесь тоже можно посмотреть за что что отвечает тоже фиксированная ширина на всю ширину здесь у меня меню нету я думаю когда пунктов меню сюда добавите уже можно будет это настраивать подвал ширина самого подвала но это аналогично нашей шапке тоже вы видите это делать на всю ширину и ширина внутри подвал я уже не буду смотреть вы уже так поняли что это за настройка дальше движемся еще раз назад здесь у нас идут дальше блоки здесь у нас также вложенные настройки шапка во первых можно здесь сразу загрузить свой логотип давайте посмотрим что здесь у меня подходящее логотип у меня нет но пускай будет моя картинка вот так а дальше ну изменить размер это понятно максимальная ширина логотипа дальше скрыть название здесь есть небольшое описание то есть вот текст рядом с логотипом здесь вы решаете скрывать вы будете или нет показать социальные сети сейчас мы с вами это не увидим потому что у нас не заданы соцсети потому что нам говорится что нам нужно зайти в модули социальные сети настройках этого шаблона и указать социальные сети скорее всего мы сейчас не увидим да это у нас потому что в шапке должно быть в шапке у нас пока ничего не html код это поле для ввода какого-то кода или текста. Вот видите, вот здесь я ввел. Сюда, допустим, может быть встроена реклама. HTML-код 2, позиция 2. Это область для, допустим, еще какого-то текста или рекламы. Я это уберу. Показывать поиск. Ну, естественно, поиск. Видите, сразу вводится симпатичный поиск. Если у вас много рецептов, я думаю, что поиск, конечно же, нужен. Так, здесь мы назад и дальше подвал. Число виджетов в подвале. Максимум 5. То есть, это колонки. Вы можете разбить это на колонки. Подвал. Сначала нужно решить, то есть, сколько контента будет у вас в подвале. Вот. Поэтому потом только вы можете здесь уже зайти сюда и, допустим, там менять эти размеры. Мы сейчас ничего не видим, потому что в подвале у нас ничего нет. Дальше у нас есть текст копирайта. Вот это трогать не надо. Это будет автоматически каждый год меняться. Это цифра. Эти цифры. А вот здесь, где тест, можно что-то свое написать. Там все права защищены или еще что-то. Счетчик. Сюда можно вставить счетчик Яндекс.Метрики.Аналитики, чтобы отслеживать ваших посетителей, вашего сайта. Нажимаем назад. Дальше. Главное. Здесь первая опция. Мы настроим внешний вид нашей страницы. У нас первая большая карточка. И есть несколько вариантов. Горизонтальная карточка. Опять же, у вас должна быть какая-то наполненность на сайте, чтобы вы видели изменения. То есть, прежде чем настраивать шаблон, нужно, наверное, рецептов 5-10 уже добавить. Хотя бы просто заголовок, картинка, текст. Дальше. Сайдбар. То есть, это колонка справа-слева. Можно менять там, как вам удобнее это делать. Опять же, сайдбар можно не показывать. Опять же, мы сейчас это не увидим. Скорее всего. Потому что у нас сайт, по сути, не наполнен. Дальше. Поле для прописания заголовков H1 и текст. H1. Расположение текста. Снизу или сверху. Это было именно для главной страницы. Дальше. Запись. Опять же, можем посмотреть на подсказки. Сайдбар. Не показывать. Чтобы увидеть эти настройки, вам нужно зайти прямо в запись. Внутрь записи. То есть, там, где вот есть формочка, допустим, комментариев. Здесь вот сайдбар. Справа-слева. Сайдбар не заполнен. Видите, область только освобождается, но сайдбара нет. Потому что виджеты не заданы мною еще пока что. И здесь вы решаете, что спрятать. Миниатюру, допустим, не показывать. Но эта миниатюра, главная картинка, она будет показана в списке статей. То есть, вот, она здесь, допустим, есть. Если я захожу внутрь, это видео. То есть, картинки здесь нет. И дальше вы решаете, что вы прячете. Рубрики, автор, дата там и так далее. Количество похожих постов внизу очень полезно, чтобы человек видел еще интересные рецепты. Движемся с вами дальше, назад. Страница. Страница это WordPress страница. То есть, это какая-то страница. Допустим, контакты. Это именно настройки, вот видите, страницы. Вот эти страницы, которые в WordPress вот здесь создаются, именно для них. Вот это страница настройки. Тоже сайтбар, где отображать, спрятать элементы и количество похожих постов. Дальше, архивы. Это у нас, получается, анонсы статей наших записей. Тоже сайтбар показывать, не показывать. Можно распределить вот так вот по-разному, видите. Показать описание. Допустим, не показывать. Показать под рубрике. Да, в данный момент изменений я, конечно, никаких не вижу. Расположение описания тоже сверху, снизу. Но это будет, наверное, видно, если карточка у нас будет по-другому выглядеть. Да, или описание у меня просто не добавлено в анонс. Поэтому здесь я этого не вижу. Дальше, комментарии. Показать дату комментария. То есть, когда вот в пост мы заходим, да, у нас есть возможность вот тут комментировать. Текст перед комментариями, допустим, какой-то хотите добавить. Точнее, текст перед кнопкой отправить. Вот он, видите, вот здесь привет я написал. Вот он появляется. Показать дату комментариев. Можно скрыть. Показать время комментариев. Но это полезно все. Я бы это все оставил. Показать смайлы. Если смайлы не хотите вводить, вот они прячутся. Дальше. Сайтбар. Здесь получается сайтбар для мобильного устройства. Обычно он отображается внизу. Давайте я перейду на главную. Сайтбар у нас все равно не задан. Но, в общем, здесь можно включить сайтбар на мобилке, если он нужен. Нажимаем назад. Нажимаем еще раз назад. Следующие у нас идут с вами модули. Итак, следующая опция у нас слайдер. Фиксирован на всю ширину. Автопрокрутка 2500 миллисекунд. Но сначала нам нужно вывести слайдер. Вот здесь у вас будет стоять ноль. Выставите, допустим, три. Сразу появляются слайдер со стрелочками переключения. На главной странице. И здесь уже решаете на всю ширину. То есть они будут за контент выходить. Вот видно автопереключение. Один слайд с миниатюрой. Сортировка. Можно ID записи указать, чтобы определенные попадали в слайдер. ID записи, ID рубрики. И что показывать? Давайте сохранимся. Обновим главную страницу. Слайды есть. Если зайдем в пост, здесь естественно нет. И на других страницах нет. У нас это выводится для главной страницы. На мобилке смотрится адаптивно. По одному слайду так и должно быть. Точки переключения внизу. Которые тоже работают кликабельные. И стрелочки. Слайдер посмотрели. Дальше содержимое. Содержание включить в записи. Включить на страницах. По умолчанию открыто. Обернуть содержимое в noindex. Это уже из разряда SEO-оптимизации. Вывести содержимое в начале записи. И заголовок содержимое. Смотрите, чтобы вот этим не заниматься, я вам покажу это на скриншоте техподдержки. То есть вот статья есть. И если статья длинная, то есть смысл делать вот такое вот содержимое, которое крикабельное. То есть параграфы. Кликнув, допустим, пункт 1, будет перематывать сразу внутрь по странице. То есть вот такой вот булочок будет выводиться. Это, скорее всего, наверное, есть где-нибудь на демо сайте. Но здесь я не вижу. Это надо смотреть. В общем, вот здесь вверху может быть содержимое. Движемся с вами дальше. Lightbox. В данной секции вы можете включить увеличение картинки при клике на нее. По умолчанию включено. Lightbox. Давайте посмотрим поддержку. То есть у нас ниже. Вот здесь вот Lightbox. То есть по клику, по картинке, по идее, должно красивое изображение всплывать с затемнением экрана. Дальше. Хлебные крошки. Это по-другому цепочка навигации. То есть когда по умолчанию включено. Когда, допустим, вот зашли внутрь, куда-то провалились глубоко-глубоко там в какую-нибудь далекую страницу, статью, то вот это вот у нас цепочка навигации хлебной крошки. Это очень полезно для SEO-оптимизации вашего сайта. Поисковики это любят. Плюс пользователь, если он зашел с интернета на эту страницу, сразу попал. Ему легко будет сориентироваться по цепочке, допустим, отсюда вот это вот название статьи. А ему нужно вот сюда нажать блок, чтобы попасть именно в блок. Либо перейти на главную. Здесь слово можно заменить вместо главного какое-то свое. Показать хлебные крошки в архивах. Выводить название страницы. Дальше. Социальные профили. Вот здесь как раз-таки не задано у нас с вами. Здесь опять же вот это преимущество русскоязычной темы разработчиков. То, что здесь учитываются наши русские соцсети. Яндекс, Рутуб, Яндекс Дзен, Вайбер, Ватсап, Телеграм, Одноклассники, ВКонтакте. Все, что нужно. Просто ссылки, допустим, там, где вы есть. У вас там группы в социальных сетях. Можете здесь все указать. И обязательно, видите, стоит скрыть ссылки через JS. То есть, чтобы вес не утекал. То есть, это уже из разряда SEO-оптимизации сайта. Чтобы вес страницы не утекал по социальным этим ссылкам. Сохранялся на сайте. И эти соцсети, так сказать, не вредили вашему SEO-оптимизации вашего сайта. Для эксперимента, если сейчас под рукой нет никаких у вас ссылок, вы можете в любую, получается, вот эту область вставить просто решетку. Это будет заглушка вместо ссылки. Сохранить страницу. И вот где отображается. Помните, я вам показывал, что их можно с шапки скрыть. То есть, вот здесь будет выводиться соцсети. Там, где вы есть в соцсетях. Дальше. Кнопка поделиться. Это уже немножко другое. Это вот эти кнопки. То есть, это поделиться страницей, статьей. Вот, видите, внутри статьи. Чтобы кто-то мог поделиться. Это социальное продвижение. Это полезно для SEO-сайта. Это полезно для трафика. Люди, поделившиеся этой страницей, статьей в своей соцсети, могут привлечь свою аудиторию со своей соцсети по ссылке, которым поделился. Прямо вот, допустим, на этот рецепт. Ну и здесь будет целесообразно отключить какие-нибудь нерусские, неработающие в нашей стране соцсети. Допустим, в Facebook оставить только наши. Вот они, в принципе, все уже наши. Ну, WhatsApp не наши, но WhatsApp можно пользоваться, как бы, на ваше усмотрение. Или включить те, которые у нас изначально были отключены. Блок автора. У нас блок автора обычно выводится под статьей. Вводить ссылку на страницу автора. Опять же, наверное, сейчас не выводится, потому что надо будет задавать настройки автора. Открывать ссылку в новой вкладке. Выводить в соцсети, значит, профили автора. Сейчас, опять же, я этого не вижу. Заголовок соцсетей, профиль автора. Показывать заголовок соцпрофили. И скрыть ссылки через GES автоматом. Здесь все хорошо стоит. Движемся с вами дальше. Контактная форма. В данной секции вы можете настроить форму обратной связи. Текст перед кнопкой отправить. Здесь можно только тексты задать. Надо обязательно зайти в техподдержку. То есть вы можете по вопросику перейти. Здесь вот видите контактная форма. Для текста страницы или записи вы копируете отсюда вот этот код. И у вас, то есть у нас в теме заложена уже форма. Ее просто нужно вывести. И дополнительный текст здесь указать. Но давайте попробуем. Я создам страницу контакты. Просто в область страницы я вставляю шорткод опубликовать. Посмотрим на сайте. Вот вывелось пункт меню контакты. Заходим. И уже форма, да, она заложена в тему, как я говорил, поля. Ну то есть здесь и плюс и минус. Мы не можем настраивать гибко как-то там форму. У нас нет такой возможности. У нас только есть возможность ее вывести или не выводить. Все. Данные будут улетать к вам на почту с этой формы. Следующий у нас карта сайта. Здесь тоже перейдете в поддержку. Здесь аналогично. Вот видите, карта сайта. Нужно создать страницу вот с таким уже шорткодом. И автоматически будет выводиться карта. И через ID можно скрывать записи категории страницы. Допустим, я бы скрыл страницу, чтобы не входило в карту политика конфиденциальности, правила. Такие страницы. Они не нужны в карте. В карте должны быть только страницы с информацией, с контентом. Следующее. Похожие записи. Заголовок похожих записей. То есть вот похожие материалы. Вот я нахожу в статье. Как-то поменять на свой. Он вот автоматом здесь мы видим меняется. Также сортировка похожих записей по рубрикам, по меткам. И также есть поля для управления через ID. Дальше. Кнопка наверх. Вот такая вот кнопочка у нас здесь есть наверх. Можно ее вообще убрать, если она не нужна. Но она вообще-то полезная штука, если страница, как правило, длинная у вас. Также можно включить на мобилке. Но на мобилке такое не нужно. Точно вам говорю. Сами, когда на сайты заходите, вы же пальцем скролите, свайпаете. Очень удобно. И кнопка будет только занимать место. И цвет. Цвет, ширина кнопки, высота и иконочка. Может быть другой на кнопке. Вот такой, допустим. Дальше. Счетчик просмотров. Здесь включить счетчик просмотров. В данной секции вы можете настроить счетчик просмотров. Давайте попробуем отключить. Здесь вы можете настроить счетчик только гостей. Или только зарегистрированных пользователей, чтобы считались просмотры. Получается, если регистрация на сайте у вас настроена, то, наверное, будет только для них сделать. Либо всех исключить просмотры ботов. Стоит да. Но боты это поисковые, другие боты могут быть. Боты по-другому робот. Когда вашу страницу сканируют, чтобы она попадала в индекс Яндекс и Гугл, на ваш сайт заходят боты. Их считать вообще не нужно. Чтобы они нам не портили статистику. И у нас была чистая статистика просмотров. Поэтому обязательно ботов исключаем. Здесь в модулях все рассмотрели. Назад. Движемся дальше. Дальше у нас идет карточки постов. И здесь тоже есть ряд настроек. Большая. Чтобы посмотреть визуально, где это настраивается, это именно список анонсов статей. Любой там блок, в любую вкладку, которую вы создали, зайдите. Во-первых, менять можно местами. Зажав вот эту иконочку мышкой, перетаскивая просто. Страница вот тут обновляется. И заголовок над картинкой. Метаинформацию. Допустим, галочку снять. Снимается дата публикации новости. В общем, вы можете отключить тут все, что нужно. Отрывок. Это краткий текст вот здесь. Допустим, убираем отрывок. Отрывок прячется. Также порядок метаинформации. Менять местами. Добавить автора. Вот здесь появляется автор. Длина отрывка. Можно тоже, чтобы у всех ровненько это было. Здесь, конечно же, у нас сейчас смотрится все некрасиво. Это все можно настраивать. Здесь просто у меня еще были другие демо-данные. У вас будет абсолютно все так же красиво, как вот здесь, на демо-сайте. Абсолютно один в один. Закруглить миниатюру. Также можно поставить галочку. Дальше. Горизонтальное. Горизонтальное. Это будет относиться у нас с вами к блогу, если мы выводим вот так вот горизонтально все. То есть картинка, видите, заголовок, текст, мета-данные. Все в одну линию. Это и есть горизонтальное. То есть если мы блог выводим вот так, то вот эти настройки, они работают как раз-таки сюда. Вот, допустим, я спрятал заголовок. Вот, допустим, я спрятал миниатюру. Миниатюра не показывается. Ну и все то же самое здесь. Назад. Маленькое. Чтобы это посмотреть, вы можете просто вернуться в блоки, вернуться в архивы. Вот я сейчас выставил место горизонтально маленькое. Идем обратно В маленькую. Отключая миниатюру, видим, то есть это сюда. Все настройки идентичны для метода, ну для вывода вот такой вот сетки с маленьким. Дальше квадратное, но то же самое для другого типа вывода страницы. Нет смысла подробно здесь останавливаться. И похожие записи. То есть, если мы зайдем внутрь, это именно то, что у нас в самом низу под статьей. Вот эти вот похожие записи. Вот, допустим, заголовок я скрываю. Не хотим отображать заголовок в похожих записях. Дальше. Коды. Здесь, если нужно вставить какой-то сторонний код в область head, в верхней части кода страницы, то у вас есть возможность прямо через шаблон-то сделать. Также перед body и после контента. Если для вас это покажется там страшным, или еще что-то, когда вы где-то получаете код, это там счетчик аналитики, или еще какой-то код, они обычно говорят, куда его разместить. Они будут прямо писать, либо перед head, либо перед body, и вы будете понимать уже, куда код вставить. Дальше. Типографика. Общие. Ну, здесь у нас это шрифты. У нас здесь есть... Нет возможности прямо отсюда загрузить свой шрифт, но вот есть список шрифтов. Это для основного текста. Можете просто поиграться, поменять. И текст действительно меняется. Дальше. Текст можно сделать жирным. Вот вы видите, он сразу стал жирным. Это именно основной текст, не всего сайта. Видим, контент поменялся. Вот здесь вот текст остался. Да? Именно контентная часть. Там наклон, высота строки, размер шрифта. Это легко управляется. Также для шапки все это тоже можно делать. Менять шрифты и шапку вы уже знаете, где находится. Дальше. Для меню отдельно шрифт поменять можно. И для заголовков. Для заголовков первого уровня. Вот для новичка будет здесь сложно. Смотрите, вот когда мы если статью просто открываем, самый большой и самый первый заголовок, он, как правило, должен быть H1. Вот он здесь. То есть получается, вы для него, отдельно для него, для всех не только одной статьи, а всех вообще H1, где они встречаются на странице. Не обязательно это может быть статья. Это может быть просто страница WordPress. И, соответственно, H2 это обычно заголовки, которые могут встречаться где-то в теле страницы, там ниже статьи для нее. Для H3 также 4, 5 и для H6. То есть для всех заголовков H уровня можно настраивать размер, шрифты, высоту строки и так далее. Типографику здесь рассмотрели. Конструктор главный. То есть сама главная именно Home, именно для главной есть конструктор. Не тот конструктор в понимании. Те, кто уже, допустим, работал с Elementor или подобными конструкторами, близко не то, даже вообще не то. Здесь просто самое простейшее, элементарное. Для главной страницы можно делать свою, такую некую страницу, заготовку. Здесь можно сделать, выбрать вывод постов или HTML. HTML, допустим, пишу заголовок. Заголовок это будет H2 или DIV. Можно оставить DIV. Какой-то текст. Допустим, выбрать цвет из предложенных. У нас заливается вот такой вот блок. Заголовком, текстом здесь может быть код, потому что это HTML. Нам позволяют вставлять код. Или удалить этот блок. Либо ниже мы можем добавить пост, менять местами. Точнее, не пост. Это будет вывод из каких-то, допустим, категорий. То есть вы можете на главный вот так вот разбить основные категории с вашими супер блюдами. Допустим, просто напишу блюда. Такие-то тоже. Можно сделать даже H2. И вот ID рубрики, допустим, вот в этом блоке, да, цветом вот такого, допустим. Из какого. Вот он, зеленый. Сюда хочу вот блюдо. Я хочу вывести из категории блюда. Как это посмотреть? Вы переходите рубрики. У вас уже тут созданная будет категория. Вот, допустим, без рубрики это ваше блюдо. На любую категорию просто наводите мышь. И вот здесь вот в строке, когда мышь наведена на категорию, вы найдете ID равно 1, допустим. Равно 1. Следующий у нас будет 7. Поэтому можно здесь ставить ID 1 без рубрики. Вот то, что у меня без рубрики есть, это показывается. И это 7. Если я хочу в этом блоке вывести несколько рубрик. Рубрики у меня не было статей, поэтому наглядно я поменял на шестую рубрику, чтобы увидеть вот все эти посты. Дальше вывести заголовки с ссылками на рубрику. Вот у меня, видите, без рубрики. Вот эта рубрика. А это ссылки прямо на рубрику. Можно с ссылками это не делать, на ваше усмотрение. Вот сейчас их нет. Также здесь можно показать записи, исключить записи. Количество постов показать под рубрике. Дальше сортировка записей. То есть это как я понимаю, как будет отображаться. Вот они, видите, по-разному выводятся. Также вид карточки постов. Маленькие с mail, допустим. Вот они, маленькие. И другие варианты. Так, давайте сохраним. И настройка карточки постов. Миниатюра. Показать. Скрыть. Ну вот эти все моменты. Дату скрыть, допустим. Вот, видите, скрылась. Показать оставим. То есть это отрывок. Рубрику скрыть, авторы скрыть. В общем, что хотите скрыть. И цвет. Тут все просто. И вы таких можете добавить здесь. Опять нажимаете выбор. И таких разных блоков, сколько хотите. Потом у вас может вот здесь вот сайдбар быть сбоку. Не в такой блок вот растянут резины на всю страницу. Если мы перейдем в страницы, то в настройках страницы у нас от шаблона есть вот такие блоки еще. Где можно на этой странице, вот видите, я поставил галочку спрятать элементы. Я спрятал сайдбар. Сбоку колонка, чтобы вот здесь не появлялось. Так, далее мы с вами назад. Свойства сайта. Ну, это уже штатные настройки всех тем. Здесь я подробно останавливаться не буду. Задаете фавиконку. Название, короткое описание. Цвета. Вот это уже интересная, да, опция. Это настройка цветов. То есть цвет фона мы видим сзади такой цвет. Вот соответствующий этому квадратику. Кликайте по квадратику. Здесь можете указать код своего цвета. Или взять, двигая ползунок, выбирая. Мы видим сзади цвет меняется. Или из готовой палитры. Думаю, здесь нет смысла подробнее останавливаться. Или вернуть по умолчанию. Можно нажать. Просто вот основной цвет сайта. Название читайте. И просто меняйте цвета на свои. Думаю, здесь все понятно. Фоновое изображение. Фоновое изображение. Сзади, допустим, это какое-то большое изображение. Не менее Full HD. Это 1920 на 1080 пикселей. Ну, давайте я какой-нибудь загружу. Опять же, его будет видно, если мы в каких-то частях. Вот видите, где у нас есть прогалок. И на других страницах мы видим, фон у нас вон залился. Вот это у нас расположение, да? Позиция изображения. Дальше набор. Заполнять экран на весь экран. Повторять. Если это маленькая, допустим, иконка. Картинка точнее. То можно сделать ее, чтобы она повторялась. Паттерн так называемый. Дальше размер изображения на весь экран. Заполнить. Тут уже будете играться со своей картинкой. Повторять фоновое изображение. Прокручивать. Со страницей. Вот это интересно. Если галка уберем, то картинка на месте, видите? По иконке это видно здесь. А сайт крутится. Ссылка фона сайта. То есть даже фон можно сделать, чтобы он был ссылкой. И ссылка, если это сторонняя ссылка, можно скрыть. Уже галка стоит через JS. Фон шапки также можно здесь выбрать. Я уже не буду это загружать. Попробуйте для шапки загрузить. И также повторять. И расположение фона. И вывести фон шапки на мобильном. То есть вот такие вот настройки интересные. Назад. Меню. Здесь у нас есть меню. Но на самом деле это все вы можете настроить в области меню. Я думаю здесь удобнее. То есть внешний вид меню. Меню лучше там подготовить. Здесь это дублирующая функция. Но вот здесь область меню только показана. Но это все дублирующее. Дублирующее все, что есть в WordPress. Мне отсюда неудобно управлять. Поэтому я всегда управляю это со стороны WordPress. И области меню выбрать. Меню в шапке. Если у вас уже меню создано в самом WordPress, вы его здесь выбираете. Дальше виджеты. Также от этих виджетов тоже удобнее управлять. Именно внешний вид виджеты. Вы помните, мы с вами выставили три колонки для подвала. Вот у нас есть первая колонка для подвала. Вторая и третья. Мы сразу же можем просто переместить какие-то виджеты, чтобы мы могли видеть. Ну давайте вот отсюда выберем подвал 2, рубрики подвал 3. Вот. Ну и в сайт бар тоже можно что-то переместить. Если мы сейчас пойдем на сайт обновимся. Вот у нас в подвале поиск я вывел. Вот архивы. Вот рубрики вывелись. Подвал вот мы заполнили. Дальше. Настройки главной страницы. Ну это опять штатные настройки самого WordPress и всех тем, поэтому мы ее не рассматриваем. Дополнительные стили. Это тоже штатные настройки всех тем. Они есть у всех идентичные. Расширенные настройки. Контент на всю ширину можно сделать. Показать заголовок социальных кнопок. Показать или нет. Заголовок рейтинга. Показать статистику рейтинга. Включить рекламу на страницах. Значение поля телефон для микроразметки. То есть если вам важно телефон указывать на сайте, чтобы он вылазил в поисковике выдачи. То есть вы принимаете заказы на телефон. То есть здесь надо естественно телефон просто указать. И также значение поля адреса. Адрес тоже указать, если для вас приемлемо и хотите, чтобы в поисковике он так или иначе где-то появлялся. Адрес обязательно тоже пишем. Цепочка навигации. И у вас все мы не рассматриваем. Этой вкладки у вас может не быть, потому что это плагин, который установлен на этом сайте. Вы можете использовать или другой аналогичный, либо вообще не использовать. Поэтому это к шаблону, к этому уроку не относится. Ну и все. Здесь партнерская программа. Это уже если вы планируете этот шаблон распространять как-то, чтобы попытаться на этом заработать. То есть через вашу партнерскую ссылку, если будут покупать этот шаблон, вы будете получать комиссионные. Мы здесь с вами рассмотрели настройки, но это конечно же не все. А как же насчет градиентов. Как мы видели с вами маленькую гивочку, где было очень красиво показано, как создается пост с рецептом каким-то. Но настройки шаблона, они все здесь сидят. Мы их естественно посмотрели. Выходим из настроек, по крестику нажимаю. И здесь, как я и говорил, у вас все готово. Просто публикуйте свои рецепты и все. Давайте сначала разберем правую колонку. Штатные мы разбирать не будем. То, что у нас от шаблона сюда добавляется. Допустим, спрятать элемент на этой конкретной странице, когда вы здесь создадите, допустим, запись с рецептом. Именно на этой странице вот что прятать. Если надо, можно прятать. Потом классный блок настройки записи. То есть источник. Ссылку на сторонний сайт. Скрыть ссылку эту можно. И ID похожих записей. Зачем это нужно, этот блок? Это очень хорошо для поисковиков. Потому что, если вы будете воровать рецепты с другого сайта, вы только нанесете вред своему сайту. Естественно, надо уникальные рецепты. Естественно, он может быть сам по себе не уникальный, но имеется в виду. Своя фотография для записи вы фотографируете. Текст сами пишете. Видео сами снимаете. Хотя сам рецепт, само блюдо, допустим, оно, естественно, существует в интернете. Но вы пишете все своими словами. Предварительный текст. Свои впечатления. То есть, чем больше статья, тем лучше. Но если все-таки в какой-то момент где-то нужно взять на какой-то источник, то лучше ссылку здесь указать. Это будет абсолютно правильно. Поэтому здесь этот блок есть. Дальше. Смотрите. Здесь понятно. Пишите основной текст. Заголовок вашего первого рецепта. И вот самое важное. То есть, смотрите. Название ингредиента. Я заполнять не буду. Просто пробегусь. И мы сейчас просто на сайте уже на демо посмотрим, как это выглядит уже в готовом виде. Просто как пользоваться. То есть, смотрите. Название ингредиента. Пишите просто здесь. Дополнительное поле. Количество. Вот. Смотрите. Добавить ингредиент. Добавить. Неограниченно. Сколько нужно. Добавить раздел. Добавить ингредиент. И по крестику так удаляется. Добавляйте ингредиенты. Дальше. Питательная ценность. Значит. Кал. Белок. Жиры. Углеводы. Прописывайте здесь. Поля все готовы. Дальше. Ну, есть некие шаги. Загрузить можно изображение. Текст. Добавить шаг. Вот если шаги можно использовать. Если они нужны. Если нет, можно не заполнять. Дополнительная информация. Время приготовления. Время готовки. Порция. Ссылка на видео будет нужна только если вы к своей статье еще и записали видео. Как вы это приготовили. Или любое видео, которое относится к этому блюду. Там вот короткое может быть видео. Как блюдо там выглядит в итоге. Когда оно готово. Текст после шагов. Вот этих вот шагов. Пишется здесь. В итоге, как это выглядит красиво на сайте. Это заголовок. Это текст. Идут, смотрите, ингредиенты. И тут сразу идет порция. Можно делать подсчет. Это уже автоматически все встроено. Видите, я делаю порции 3 и все прибавляется здесь. И все будет подставляться у вас. Видите, рыбное филе, соус, кетчуп, столько-то грамм. На порцию. А вот они шаги. То есть как сначала, да, рыбное филе порезать на мелкие кусочки. Это чтобы вы понимали, как заполняются шаги. Они помечаются шаг 2, шаг 3. Смешать совы, соус там и так далее. Вот шаги идут. Тут есть, конечно, примеры с видео. Но надо искать, где это у них находится. Как выглядит видео. Там оно по вкладке должно разворачиваться. Также в шаблон встроены в редактор дополнительные, полезные вот эти вот элементы. Давайте первый посмотрим. Это блок. Какой-то блок с текстом, который хотите выделить. И просто назначайте блок, какой иконкой будет помечаться. Вопрос, восклицание. Любую из этих иконок. Окей. И это будет вот так, видите, симпатичный такой вот блок. И так можно на странице сколько надо вставить. Дальше. Спойлер. Введите текст спойлер. Допустим, выделяем текст. Пишем какой-нибудь текст. Окей. Надо смотреть уже на сайте, как будет выглядеть. Сейчас посмотрим. Дальше. Есть выделение. Допустим, какой-то текст, фрагмент текста, который будет выделен. Ну, элементарные вещи. Ну, и ссылка. Хотя ссылка у нас есть и в самом WordPress вот здесь. Но есть своя ссылка. Допустим, выделяем текст и вешаем ссылку. Я поставлю просто решетку. Вот. Давайте обновим и посмотрим спойлер и вот эти вот моменты. Смотрим на сайте. То есть, ну, ссылка как ссылка. Выделяется текст. Вот так вот, видите, выглядит спойлер. Это несколько, может быть, таких вот разворачивающихся вкладок. И выделение блоком. Цветным, симпатичным блоком. Дополнительные плюшки от темы. От этой темы. Да, действительно, у нас получается здесь какая-то каша. Все смотрится абсолютно не настроено. Но если я буду сейчас в рамках этого видео делать так же красиво, как вот и здесь, да, но это уже 4 часа видео будет тогда. Плюс мне надо же все это еще объяснять. Я думаю, здесь и так понятно, что, во-первых, вы можете на демо смотреть как на пример. Во-вторых, здесь опции абсолютно понятны на русском языке. Также есть документация на русском языке. И техническая поддержка тоже на русском языке. То есть сами разработчики отвечают и помогают, если даже вдруг что-то не получается. Помогают там с кодом и так далее. Где-то, если что-то нужно, где-то прописать. Это все они помогут. Вроде бы все. Рассмотрели все настройки данной темы. Надеюсь, для вас был урок интересен и полезен. А я с вами не прощаюсь. И мы очень скоро увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok